А теперь, внимание, приготовьтесь! Я покажу вам то, что я вообще никогда в жизни не видела, но я думаю, многие из вас тоже. Смотрите, это работа! Бобров! А где они в сторону речки, чтобы запруду сделать? Ой, обалдеть! Вы посмотрите! Не, вы посмотрите! Вы посмотрите! Ну вот как это можно сделать, а? Вот это особенно! Вообще! Вот это работа бобров! Это тоже работа бобров! Вы посмотрите, какая махина валится под их зубами! Вот это тоже их работа! Что там с папоротником? О, я видела такой! Вот это! А вот это вы понимаете, что это тоже работа бобров! Представляете, как здесь тяжело идти! Здесь просто дерево на дереве! Вот так и перелазим! Мы дошли до первой бобровой плотины! Все, перекрыто! А для чего ты сделала, чтобы это пруд был? Да, и чтобы здесь что-то водилось? Ну, да, у них поделось, чтобы они для себя в плове жизни создают! Видите, вот там места? Они там выходят! Вот, семонстрирует! А что, мы должны туда перейти? Не пойду! Мне страшно! А мне нужна палка! Ну, береза меня здесь просто шокирует! А вот посмотрите, дерево! Вот видите, как они его подпустят! Оттачивают в сторону, к воде! Наташа, ну-ка коснись вот этой выемки! Посмотрите, какая она! И вот! Такое могучее дерево! Вот они подточили, конечно, она уже пропала! Вот упадет сюда! Будет очередная плотина! А вот бобриная норка! Или бобровая! Как правильно? Еще одну! Обалдеть! В средневековом каком-то лесу! А здесь, посмотрите, как кору сняли! А здесь, посмотрите, след лося! Водичка приходил попить! Смотри! Какая мощная плотина! Таня, смотри, такой перепад воды! Ага! Посмотрите, два метра перепад! Вон, лучей ее не видно! А видите, дерево посредине, да? Вот оно не могло здесь среди воды вырасти! Это значит, здесь раньше этой воды не было! Они построили плотину! И дерево оказалось прям посреди плотины! А здесь, смотрите, прям произведение искусства, научно-инженерно-технической мысли! Уже и цветы, и ягода, и уровень воды, смотрите! Не будем больше плотины, смотрите! Сразу до уже! Черно! Деревянная жертва! А вот только начинают грызть! Чувствуете, зубы какие? Ай, этому дереву будет конец! Мы пробираемся сквозь папоротники, которые вровень с нами в заповедный лес! Падает в лес! Вот весь спилили его, он чуть попал в него! И видите, как? Даже длину, мне кажется, измеряю, да? Прицеливаются глазом! Упадет на тот берег или нет, Шура? Пила-рама! Весь не стали жрать! Они активные любят! Посмотрите на рисунок! Это их зубы! Ему здесь очень, видимо, понравилась кора, и вот так вот все сточили! Наташа, по зубам, по зубам! Опа! Дырочка! Оцените всю мощь царца бобров! Просто лес поверженный всюду! Вот это обычная картина, когда ты вышел по пути собрать лисички, а теперь здесь всюду сыроежки! Мире рассказывает! Это бобряная хатка! Набросили ветки, внутри них ходы! Они там живут, днем спят, ночью вылазят! А где заход-то под водой, да? Под водой заход не подныривают, и там у них вот ходы! Вот хатка, очень высокая, впрочем, хатка! Вот так мы пару километров шли, шли по бобровым плотинам и, наконец-то, вышли к озеру! Шура здесь хочет ловить рыбу! В общем, мы тут как медведем сидим посреди ягод, поедаем ее! Посмотрите, изначально какой это был ручей! Какие камни здесь, а, какие деревья! Вот такой вот маленький ручеечек, и благодаря вон тем плотинам получилось вон то озеро, на котором мы наловили очень много огромной рыбы!